В зале боевой славы лицея номер один состоялась презентация книги под названием «Герои живут в памяти», посвященной известным землякам, имена которых носит это учебное заведение. Лицей номер один – единственная школа в стране, где сразу семь выпускников стали героями Советского Союза. Книга рассказывает о семерых выпускниках лицея номер один. Все они стали героями Советского Союза. В ней описан их боевой путь и подвиги на полях Великой Отечественной войны. Эта книга – результат более чем полувекового труда. Она была написана разными поколениями учащихся лицея. Это фронтовые письма, воспоминания ветеранов, а также родственников и друзей-героев. У нас очень много материала, но мы решили, что пришло то время, когда нужна уже книга в библиотеку. Книга, которая позволит детям приходить, брать эту книгу, читать, брать её домой, эту книгу. Необходимо постоянно создавать условия, потребные, чтобы у ребёнка была необходимость это читать, приходить и смотреть. Тираж книги – 500 экземпляров. В первую очередь она появится на полках школьной библиотеки, чтобы ученики знали и помнили героев. Весь накопившийся материал о героях Советского Союза объединил в одну книгу автор из Славянска-на-Кубани, кандидат филологических наук Владимир Чебыкин. Он и презентовал книгу на торжественной линейке в Зале боевой славы. В рамках мероприятия школьники подготовили песни патриотической тематики. И пусть пройдут года, в этот день мы сожигаем свечи, что поменуть погибших времена. Пусть памятует следует вечно. После линейки приглашенные на мероприятие гости вместе с учениками школы высадили несколько новых кустов в аллею «Сирень» 45-го года, которая была заложена 4 года назад. Теперь к 70-летнему юбилею Победы аллея станет еще краше. Один из тех, кто сажал куст – ученик 8-го класса Роман Заболоцкий. Он рассказал о своих эмоциях во время высадки «Сирени». Вызывает огромное чувство гордости. Я сам являюсь участником. У меня перехватывал дух, гордость за нашу школу, что мы являемся носителями имени семи героев Советского Союза, что садим в честь них эти кусты «Сирени». И в скором времени, когда кусты «Сирени» подрастут, мы расскажем, что это мы сажали их, и чтобы гордость перед нашей школой была. Старшеклассники лицея номер один регулярно в течение всего учебного года проводят экскурсии в зале боевой славы для первоклассников. Книга о семи героях Советского Союза стала для них настоящим помощником. Там очень много информации. Так как мы с моими друзьями ведем музей боевой славы, то нам очень было интересно это читать. В ней описана почти вся жизнь этих семи героев нашей школы. Книга доставила нам массу интересных фактов, и читать ее было с удовольствием, потому что мы ведем экскурсии в зале боевой славы, рассказываем нынешнему поколению о семи героях Советского Союза, о боевых действиях, и мы множество знаний брали из этой книги. В завершении школьники возложили цветы к памятному знаку, посвященному семи героям Советского Союза, выпускникам школы. Еще раз почти в память всех героев, погибшим на войне. Тина Кабачевская, Георгий Калинин, программа «События».